В Подмосковье задержаны двое злоумышленников, которые обманули пенсионера. Пожилого мужчину аферисты встретили на улице и втерлись в доверие. Пообещали путевку в санаторий. А потом вместе с доверчивым стариком пошли к нему домой и ограбили. Унесли злоумышленники более 300 тысяч рублей. Такого потрясения мужчина пережить не смог и вскоре скончался. Подробности у Любови Фомичевой. Молодые, дерзкие, ловкие. Сейчас они лицом на земле, по версии следствия. Двое из этих товарищей ограбили пенсионера. Установлено, что злоумышленники на одной из улиц в городе Кубинка подошли к 77-летнему местному жителю и, представившись работниками пансионата, предложили проводить его домой и донести сумки. Пенсионер помощи был рад. Этим злоумышленники и воспользовались, рассказывает внук потерпевшего. Аферисты стали напрашиваться к пожилому человеку в гости, якобы чтобы оценить условия его проживания и помочь их улучшить. А ещё визитёры пообещали пенсионеру отправить его в пансионат, поправить здоровье. Дедушка у меня доверчивый человек на тот момент. Он согласился с ними пройти домой. И только когда, как он мне сказал, что они уже зашли в квартиру, когда один его схватил, который начал искать по квартирам, переворачивать вещи. В итоге злоумышленники забрали 330 тысяч рублей и быстро скрылись. Пенсионер сразу позвонил родным. Внук вызвал полицейских. Оперативникам потерпевший рассказал все подробности произошедшего. Вот только здоровью пожилого мужчины было не в порядке. А на фоне стресса ситуация только ухудшилась. Через некоторое время пенсионер умер. В отделе полиции выяснилось, подозреваемые уроженцы Ставропольского края. Одному 26 лет, второму 29. Свою вину молодые люди признавать отказались. Сделали вид, будто не понимают, в чём дело. За что вас задержали сотрудники полиции? Сказали, что мошенничество. Украли деньги. Вы признаете свою вину? Нет, конечно. На время следствия суд отправил злоумышленников в СИЗО. Товарищам грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас трежепорядка выясняют, сколько пенсионеров пострадало от рук задержанных. Любовь Фомичева, Петровка, 38.